Звук дыхания Дарта Вейдера И, конечно, от звука светового меча Я всегда думал о том, как круто сделан мир Звездных Войн Какие там встречаются персонажи, какие планеты, оружие Но я не слишком много думал о звуках этой вселенной А ведь почти все звуки, которые вы слышите в первых Звездных Войнах Были записаны вживую Итак, мы начинаем И прежде чем перейти к самому сложному звуку, о котором вы все хотите знать Давайте начнем с чего-нибудь попроще Это канал Сент-Мюзик Рэйдио Меня зовут Грэг И с вами рубрика Легенды Звука Первым звуком, который Джордж Лукас хотел найти для своего фильма Был голос Чубакки Для этого он нанял молодого выпускника киношколы Бена Бёрта Фанатевшего от звука с самого детства Возможность поработать в большом кино для Бёрта была бесценной Поэтому он подошел к своему первому заданию со всей серьезностью Возможно, даже чересчур серьезно Бёрт вооружился микрофоном и целый год лазил по зоопаркам Калифорнии Записывая звуки всех животных, до каких только мог добраться И в итоге голосом опасного межзвездного контрабандиста стал голос медвежонка Которому Бёрт иногда подмешивал звуки других животных, типа льва или моржа Я согласен, чуй Лукас послушал результат и остался доволен А Бёрт решил узнать, не хочет ли режиссер, чтобы он придумал все остальные звуки фильма И Лукас сказал «Да» Так началась великая звуковая одиссея Бена Бёрта Весь прошлый год он убил на создание всего лишь одного голоса Чубакки А за следующий должен был найти все остальные звуки в фильме Не слишком обнадеживающе И для того, чтобы сделать это, он превратил весь штат Калифорнии в собственный испытательный полигон Например, как-то раз он забрел на берег, где встретил людей, занимающихся скубодайвингом Бёрта заинтересовал аппарат для дыхания, и он решил в него подышать Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь Я чувствую присутствие, которое я не ощущал Так один из главных злодеев в истории кино вздохнул полной грудью И получается, что Дарта Вейдера в первом фильме сыграли сразу три человека Дэвид Проус играл его физически Джеймс Эрл Джонс подарил ему голос А дыхание добавил Бен Бёрт Ну и раз уж мы заглянули на темную сторону, давайте немного обсудим пытки Не надо пугать нас колдовскими штучками, Лорд Вейдер Чтобы наказать гадкого республиканского пленника Нам понадобится обернуть скорлупу грецкого ореха в кожуру от грейпфрута И как следует сжать А чтобы внушать страх в сердца врагов Мы используем звук из фильма «Корни неба» 58-го года Думаю, вы уже узнали этот звук Но если вдруг нет, давайте я вам напомню Звуки остальных звездолётов тоже не так просты Для них Бёрт записал шум двигателей старых самолётов Добавил немного взрывов, замедленные удары грома и рычания животных А звук, с которым тысячелетний сокол уходит в гипердрайв, был записан в шахте лифта Это звук электрического мотора, приводящего кабину в движение И дополнительный звук грома Летать через гиперпространство – это тебе не морковку дёргать А ещё одна интересная история связана с XP-38, на котором люк рассекал по татуину В поисках крутых звуков Бёрт наведался в компанию, тестирующую турпины самолётов И там он записал звук реверса тяги, который самолёты издают при торможении Возможно, это наш Р-2, прибавь газу Ну и так как крутая тачка люка летала в воздухе, нужно было придумать для неё звук левитации И его Бёрт нашёл совершенно случайно Как-то раз ему было скучно, и он засунул микрофон в трубку от пылесоса А затем направил её в сторону шоссе, по которому ехало много машин Из-за металлической трубки звук записался с характерным эхом и получился необычным И Бёрт стал использовать его во всех фильмах франшизы, когда в кадре появлялся летающий транспорт А следующий звук Бёрт нашёл, когда занимался хайкингом Как-то раз он залез на гору, где стояла радиовышка И, проходя мимо неё, он случайно задел один из металлических тросов, которым вышка крепится к земле Получившийся странный звук тут же напомнил Бёрту выстрел из бластера После чего Бёрт открыл охоту на все радиовышки в Калифорнии Он стучал по тросам разными предметами, записывал всевозможные вариации звуков Но все они как-то не дотягивали до того идеала, который был ему нужен И в конце концов, вышку своей мечты Бёрт нашёл в пустыне Мохаве, неподалёку от зоны 51 Главное держать ухо в остро Здесь всякое возможно Там стояла заброшенная радиовышка, и один из её металлических тросов был плохо закреплён Именно его вибрирующий звук Бёрт использовал в фильме Как я и говорил, большая часть звуков Звёздных войн взята из реального мира И одним из главных исключений стал голос R2-D2 Привет Придумать речь этого персонажа было сложнее всего Даже когда фильм уже монтировался, у дроида всё ещё не было голоса Все варианты, которые предлагал Бёрт, Лукасу не нравились А в сценарии было только написано, что R2-D2 просто издаёт какие-то электронные звуки В какой-то момент даже возникла идея создать язык R2-D2 из голосов детей, которые ещё не научились говорить К счастью, этот вариант создатели фильма отбросили, но сама идея толкнула их в верном направлении Во время очередного мозгового штурма Бёрт и Лукас обсуждали голос R2-D2 И вдруг обнаружили, что имитируют речь дроида смешными звуками Давай без подробностей Это и навело двух гениев на идеальное решение Бёрт засел перед легендарным синтезатором ARP-2600 Начал издавать разные нелепые звуки и пропускать их через него И так у R2-D2 появился голос Наполовину электронный, наполовину человеческий А все неудачные попытки придумать для дроида язык В итоге стали звуками других роботов в фильме Ну и раз уж мы заговорили о языках Тут просто невозможно пропустить безумную историю с тоскенскими рейдерами Я вижу одного из них Для большинства раз в фильме Бёрт использовал реальные экзотические языки Например, джавы говорят на зулузском Радианцы на кичуанском, который стал потом официальным языком хаттов А в Кантине все общаются на разных африканских наречиях Но тоскенские рейдеры, это безумное пустынное племя, им голос подарил мул Одной из первых локаций, на которых снимали «Звездные войны» был Тунис Команда фильма использовала мулов, чтобы перетаскивать съемочное оборудование И эти мулы издавали настолько характерный крик, что звуковики решили его записать А позже Бёрт сделал этот звук языком тоскенских рейдеров Он играл со скоростью записи, подмешивал в крик мула звуки других животных Чтобы сделать язык тоскенов более живым, он даже нанял человека, который мог имитировать крик мула И все это ради нескольких сцен фильма Ну и наконец мы подошли к тому, с чего начали Этот великолепный, возбуждающий, наэлектризованный звук светового меча Изящное оружие Для более цивилизованной эпохи Хотя этот звук самый сложный по составу, Бёрт придумал его одним из первых В начале карьеры он работал киномехаником И ему постоянно приходилось слушать гул 35-мм проектора Бёрту очень нравился этот звук, он даже считал его мелодичным И когда он увидел один из эскизов со световым мечом Ему тут же пришло в голову, что шум кинопроектора может неплохо подойти Интересно Он записал его и стал думать, что к нему можно добавить Само по себе звучание было неплохим, но ему явно не хватало ощущения опасности И вот как-то раз у микрофона Бёрта повредился провод В этот момент он бродил по дому и случайно поймал неисправным микрофоном сигнал от телевизора Получившийся звук помех так вдохновил Бёрта, что он добавил его к шуму проектора И это уже было кое-что Но световые мечи ведь не стоят на месте, а значит и звук должен двигаться вместе с ними Поэтому Бёрт включил в динамике получившееся сочетание звуков и стал вертеть перед ним микрофоном Благодаря эффекту Доплера звук менялся в зависимости от того, как Бёрт перемещал свой микрофон Так что фактически он не просто создал звук светового меча Он владел настоящим световым мечом и размахивал им вместе с актерами на экране Повторяя их движения и делая каждый взмах меча уникальным Шаманство и антигварное оружие – ничто против бластера Ты что, не веришь в силу? Но и это ещё не всё Был ведь ещё звук ударов световым мечом И это отдельная комбинация из двух звуков Первый – это звук сжигания угольных электродов Которые до изобретения лампочки использовали в осветительных приборах В том числе в кинопрожекторах А второй – это звук прикосновения металла к сухому льду Собираем вместе всё, что я перечислил И получаем поистине легендарный звук, который никогда не надоест слушать Как Бёрту пришло в голову всё это объединить, даже не спрашивайте Этот колдун ненормальный Впрочем, это всего лишь первый фильм франшизы Впереди Бёрта ждала работа над моим любимым эпизодом «Империя наносит ответный удар» Но это уже совсем другая история Так что если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал И дайте знать в комментариях о звуках какого фильма вы хотите услышать в следующий раз Надеюсь, план сработает Я очень рискую Ну а история звуков новой надежды подошла к концу С вами был Грег, и это рубрика «Легенды звука» Да приводит с тобой сила Всегда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»